Ссора — это такой эмоциональный пожар. Во время ссор анализировать, что ты думаешь, принимать взвешенные решения поздно уже. Это нужно было делать и раньше. Парень при ссоре говорит обидные слова, потом извиняется. Как не доводить до такого? Да, это очень интересный и очень непростой вопрос. Ему нужно развить навык правильной коммуникации. То есть вот просто, знаете, этот момент, который «я понял, я больше так не буду» не работает. Это так же, как, например, человек курит сигареты, и он говорит «я понимаю, что курить нельзя, просто взял и бросил». Не получится так. Потому что в нашем привычном поведении эта привычка много чего заложено. Там есть и потребность, и культура, в которой человек рос. И прежде всего отношения. То есть его проблема — это отношение в целом к женщинам. А это очень глубинная вещь. Это буквально ценности, понимаете? Ценности, которые закладываются с детства, в школе, с молодых ногтей, течением книг, примером окружающих. То есть это одна из самых глубинных вещей, почему он так делает. Потому что его ценность к женщинам пренебрежительна. Он позволяет. У него есть такая идея, что в отношении женщин можно сказать и шлюха, и дура, и сука, и так далее. Извиняюсь за выражение. Тем не менее, это его система ценностей. Вы пытаетесь ее перестроить сейчас. Так просто не получится в один момент. То есть ему сначала нужно найти какого-то авторитета для него. Чаще всего мужчину, который ему будет говорить или расскажет о том, кто такая женщина. То есть поменяет его ценности, его представления, его отношения к женщинам. И только после этого можно научиться контролировать свои высказания, свое поведение. Опять же, это тренировка. То есть это должно происходить не при ссорах, а вот он должен в течение жизни об этом говорить. Ну и кроме того, это прям усилия. Есть такая вещь, которую я рассказываю на Академии отношений, называется инструкция по эвакуации. Что такое инструкция по эвакуации? Например, при пожаре, когда все горит, и все мечутся, и кричат, очень сложно принимать взвешенные решения, потому что они просто переполняют эмоции. И поэтому есть схема такая, рисунок. Куда бежать? Простыми стрелками, он туда бежит. Не надо думать, не надо вспоминать план этажа. Просто бегите по стрелкам. Ссора – это такой эмоциональный пожар. Во время ссор принимать взвешенные, анализировать, что ты думаешь, принимать взвешенные решения поздно уже. Это нужно было делать раньше. Во время ссоры нужна простая инструкция из пунктов раз, два, три, не больше. Что я должен делать при ссоре? То есть эта инструкция должна быть и у вас, и у вашего визави, у вашего партнера. Как только возникает ссора, первое, что вы должны сделать, вы должны договориться. До этого вы должны выработать. Я во время ссоры делаю это. Например, у нас с женой тоже есть такая инструкция по эвакуации, она много раз пересматривалась. Например, лет пять назад, после пару лет, когда мы уже с ней вместе были, у меня была такая привычка, которая выработалась у меня тоже, что если вдруг мы ссорились, и она что-то не понимала, я разворачивался, хлопал дверь и уходил из квартиры. Ну, гулять. Для нее она воспринимала это очень болезненно. То есть моя супруга. И мы договорились, что во время инструкции по эвакуации, в инструкции я запишу пункт один. Ни в коем случае не уходить из квартиры. Потому что в тот момент, когда эмоции, вы забываете вообще, что нужно было делать, как нужно было делать. Все забывают люди во время эмоций. Поэтому как только ссора, мы ссорились, я или она говорил, слушай, мы ссоримся, посмотрим наши инструкции по эвакуации. Мы каждый из нас в телефон заглядывали, в заметки. И там было написано, первое, не уходи. Я дал себе обещание, не хлопай дверью. Что бы ни произошло, что бы ни произошло, я не ухожу. Все. Это я вспомнил. Второе, например, я не кричу. Потому что он во время ссоры забывает про все это. Он не помнит ничего. И вы тоже не помните ничего. У нее тоже есть свои инструкции. Раз, два, три. Делай это, не делай это, делай это, например. Вам нужно вместе поработать над этим. То есть заранее подготовить, что нельзя делать, что можно. Например, если у него будет написано в инструкции по эвакуации, ни в коем случае не оскорбляй. Не оскорбляй. Не говори обидных слов. Он может себе объяснить, почему это обидный. То есть он сам может себе поработать, написать себе дневничок. Я говорю обидные слова, потому что мне больно. И когда мне больно, я хочу ударить побольнее другого человека. Но когда я его бью больно, по сути дела, я бью любимого человека. Она слабее, чем я. Бить женщину словами то же самое, что бить ее сапогами лежащую. Это низко. Поэтому я не буду бить свою любимую женщину обидными словами. Обидные слова, как камни. Я не буду забрасывать камнями свою женщину. Это он может себе ни в коеме написать, а в инструкции он напишет ни в коем случае не оскорблять. И вот как только ссора начинается, и кто-то из вас или вы, например, вы говорите, мы ссоримся. Давай на секундочку прервемся. На секундочку. Посмотрим инструкцию. Я посмотрю инструкцию. И ты посмотришь инструкцию. Все, посмотрели. Записи свои. И это должно помочь. Возможно, не с первого раза. Не думайте, что это с первого раза поможет. Для того, чтобы выработалась привычка, для того, чтобы выработался паттерн поведения, нужно повторение. Любая привычка это только повторение. Поэтому раз, два, три, четыре и через некоторое время, я через некоторое время, ну, может быть, четыре, пять раз, ну, вот так вот мне приходилось читать, я уже это запомнил. И во время ссор я точно помню. Я никуда не ухожу. У жены тоже было, если интересно вам, у жены тоже было. Когда мы ссорились, она боялась, что что-то скажет неправильно, что может привести к усилению ссоры, поэтому замолкала. Она молчала. А я пытался говорить и пытался в диалоге, она молчала. И у меня было ощущение, что если она молчит, то она игнорирует меня. И я злился еще больше. И поэтому она записала в себе в инструкции, не молчи, говори все, что угодно. Говори о том, что ты чувствуешь. Говори о том, что ты боишься. Моя жена стала в какой-то момент, она говорит, ты знаешь, я сейчас боюсь что-то сказать, потому что я боюсь, что станет сильнее. Я очень ценю тебя, и я не хочу усиливать ссору. И я тогда смягчался, говорю, я понимаю, сейчас я понимаю, что ты боишься, а ты не игнорируешь меня. Потому что для меня это выглядело как игнорирование. Это мои травмы детские, да, какие-то. То есть вы должны понять, что мы не можем полностью избавиться. То есть если у вас сломана была нога, то она останется сломанная. Вы сможете только подлечить ее и взять костыль какой-то или сильно не бегать. То есть знание и компенсация своих травм это является правильным. Какие-то можно полностью забыть, какие-то нельзя забыть. Травмы. Но моя реакция на игнорирование, она очень устроена. Если меня начинают игнорировать, я понимаю, что мне здесь очень некомфортно. Это соотносится с моим детством. Но при этом я, так как я понимаю, что для меня это очень некомфортная ситуация, я об этом людям говорю. Знаешь, не игнорируй. Если ты молчишь, для меня это игнорирование. Пожалуйста, скажи, ты меня сейчас игнорируешь. Или вот так. Спасибо. Спасибо.